от пациентки поднять руку не получается боли тянет в предплечье самом плече боль консультативное заключение по представленным мр томограммом пациентки 27 лет дата исследования 2 октября 2023 года область исследования левый плечевой сустав качество представленных томограмм субоптимальная толщина скана 4,5 миллиметра последовательность жироподавлением только одна в корональной плоскости что снизило информативность исследования и затруднее трактовку его результатов суставные поверхности ровные с признаками минимального субхондрального склероза на 47 миллиметров ниже верхнего края головки плечевой кости визуализируется остаточная полость от винта медицинская документация не представлена в полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается на отдельных участках истончен перертикулярные ткани интактны обращает на себя внимание разрыв суставной губы лопатки в верхней трети визуализация разрыва нечеткая мр признаки субхондрального склероза суставных поверхностей акромиально ключичного сочленения сухожилия надостной мышцы отечно разволокнена определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично акромиальным сочленением субокромиальное пространство 5 миллиметров сухожилия подосной подлопаточной и малой круглой мышцы интактны свежие косно травматические и косно-деструктивные изменения не выявлены заключение мр картина разрыва суставной губы лопатки по типу слеп 3 субокромиального импеджмент синдрома артроза артрита левого плечевого сустава и ключично акромиального сочленения состояние после оперативного лечения медицинская документация не представлена рекомендовано мрт с общепринятыми параметрами сканирования консультация травматолога 2 октября 2023 года к м доцент котов м а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными комментарий врача-рентгенолога исследования сделано плохо срезы толстые серии изображений с жироподавлением только одна поэтому много и не скажешь вам будет иметь смысл переделать исследование толщина скана должна быть не более трех миллиметров последовательности с жироподавлением в трех плоскостях в целом можно сказать что повреждена суставная губа лопатки есть импеджмент синдром сдавление вращательной манжеты между акромиальным отростком лопатки и головкой плечевой кости от этого и боли неудобства при движении рукой вам нужна консультация травматолога